Привет, ребята! В пульте дистанционного управления оружием благодаря этому режиму вы можете сделать вот это. Это обычный патрон, но когда вы открываете сетку, внутри нее уже есть предмет. И это возможно благодаря тем новым предметам, которые добавляют новый элемент в вашу энергосистему или удаляют его. Это большие спагетти просто для того, чтобы показать тебе, как это работает, но давай посмотрим, как именно работает эта машина. Это немного сложно, потому что у нее есть три входа, и чтобы заставить ее работать, тебе нужно ввести данные для того, что ты хочешь поместить в сетку. Так что это может быть беспилотный летательный аппарат Паук, модульная броня или даже несколько поездов с модулями, если установить пульт дистанционного управления. А еще у этого предмета есть третий вход. В нем есть только один слот, так что немного раздражает делать полный инвентарь для Паука или для большой электросети. Но что ты можешь поделать? Так вот, когда мы получим беспилотный летательный аппарат Паук. Когда ты получишь беспилотный летательный аппарат Паук, ты можешь положить его вот сюда, в сундук. А затем он будет схвачен вот этим устройством, которое находится на левой стороне этой машины. Далее тебе нужно положить сюда какой-нибудь предмет, так что давай отдадим его этому устройству, а затем он будет создан, и теперь, когда ты берешь этот спидрон. У него внутри есть аккумуляторная батарея. Вот как это работает, и чтобы показать тебе лучший вариант использования, вот что-то в этом роде. Давай заменим этот сундук на стальной. Так вот, у нас есть генератор обычных беспилотных летательных аппаратов шпионов, затем они получают несколько батареек, следующие ножки и одну мощную штуку для питания робота. Так что в конце концов у тебя есть эти пауки, у которых есть все необходимое оборудование. Конечно, ты можешь увеличить эту линию, чтобы заполнить всю сетку паука, но вот как это работает. Есть и другой вариант использования. Другой вариант использования, это, конечно же, сборка твоей силовой брони. Если следовать этой длинной линии, то можно получить хорошую силовую броню, внутри которой есть масса полезных вещей. Так что, как ты видишь, она полна полезных вещей. Конечно, на ее создание уходит некоторое время, но с помощью небольшой логической схемы можно сделать довольно симпатичный чертеж, который просто помещаешь на свою карту. И у тебя есть все, что создано только один раз, или какие доспехи тебе нужны. Вот и все, что тебе нужно знать об этом моде. Спасибо вам, ребята, за просмотр, и до встречи в следующий раз. Пока.